ДНЕСТР ТВ 19-летняя бендерчанка. Импрессионист с молдавским акцентом Владимир Фрумусаки открыл выставку своих работ в бендерах. 22 января исполнилось 20 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Республикой Абхазия. Тирасполь посетила делегации из Абхазии, в которую вошли руководства Министерства обороны, а также представители Министерства иностранных дел и Центрального банка Абхазии. В связи с прибытием делегации на столичном мемориале славы прошло возложение цветов к могилам воинов, павших во время Великой Отечественной войны и трагических событий 1992 года. В ходе пребывания абхазской делегации в Приднестровье запланированы еще ряд мероприятий, встреч и переговоров. Председатель Комитета Верховного Совета ПМР Владимир Боднар ответил на вопрос нашего журналиста о том, что изменит председательство Украины в ОБСЕ в 2013 году в решении Молдо-Приднестровского конфликта. Сигнал на эту тему подали два министра иностранных дел, да? Российский и украинский. Я не считаю, что это люди и тем более должностные лица, которые бросают слова на ветер. Я верю, что то, что они хотят, они будут предлагать. Другой вопрос, насколько стороны конфликта воспримут предложение. Мне бы хотелось верить в то, что этот год будет не годом просто другого руководства ОБСЕ, как организации международной, а на самом деле в Украине, у руководства Украины, у того министра иностранных дел, который будет возглавлять целый год ОБСЕ, как международную организацию, защемить сердце об украинцах Приднестровья, о тех людях, которые тут проживают, которые хотят счастья и Украине, и себе, не в последнюю очередь. Я верю, что будет успех. Посетивший 21-22 января в Молдавии и Приднестровье действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Леонид Кожара, по итогам своего визита, неожиданно заявил, что руководство ПМР готово обсуждать политический статус региона в рамках Республики Молдова. Я думаю, что мы с господином Шевчуком нашли взаимопонимание. Он подтвердил, что Приднестровье готово обсуждать политический статус этого региона в рамках Республики Молдова, заявил глава МИДа Украины. Однако президент Республики Евгений Шевчук сказал, что Кожаре это лишь показалось. Спикер парламента Мариан Лупо объявил, что демократическая партия не будет голосовать за отставку первого вице-спикера парламента Влада Плохотнюка. На одном из общественных телеканалов Мариан Лупо сказал, что в том случае, если Влад Плохотнюк подаст в отставку, спикер не подпишет его заявление. Он также сообщил, что демократическая партия Молдовы выступает против досрочных выборов. В Бендерах задержан 23-летний мужчина. Конфликт между двумя молодыми людьми в состоянии алкогольного объединения возник после отдыха в баре, расположенного в Бендерах по улице Калинина. Молодые люди отдыхали в баре Кёльн. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область груди. Очевидцы вызвали милицию и скорую помощь. 20-летний пострадавший был госпитализирован. На месте преступления сотрудники милиции опросили 12 свидетелей, что помогло по горячим следам найти подозреваемого, который пытался скрыться от наряда ППС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Преступление было совершено в Бендерах 21 января в одном из многоэтажных домов по улице Зоя Космедемьянская. Неустановленный пока мужчина на лестничной площадке девятого этажа совершил нападение на вышедшую из лифта девушку. Угрожая ей предметом, похожим на нож, преступник вошел в квартиру, где потребовал отдать ему все имеющиеся в доме деньги и ценности. С похищенным он скрылся. Сумма материального ущерба составила 56 800 рублей ПМР. Преступник объявлен в общереспубликанский розыск. 19 января в Малом зале Городского дворца культуры Тирасполя состоялась очередная отчетно-выбранная конференция Ленинского коммунистического союза молодежи Приднестровья. На конференции комсомольцы наметили планы своей дальнейшей работы и избрали руководящие органы Ленинского коммунистического союза молодежи ПМР, Центральный комитет и ревизионную комиссию. В Республиканской картинной галерее имени Лосева открылась персональная выставка члена Союза художников Республики Молдова Владимира Фрумусаки. В экспозиции представлено 85 живописных произведений. На открытии побывала и наша съемочная группа. В презентации выставки приняли участие председатель Союза художников Приднестровья, представители творческого коллектива Республиканского драмтеатра, в котором работает мастер, российские гости, друзья и коллеги, учащиеся детских художественных школ. Необычный подарок талантливый художник получил от друзей из Молдовы. Главным источником вдохновения Владимира Фрумусаки являются люди с ярко выраженным национальным характером, необычной внешностью, редкой профессией. Пахарь, музыкант, крестьянин, рыбак. Сам художник характеризует свое творчество как импрессионизм на молдавской почве. Безусловно, то, что Владимир обращается к такому редкому в сегодняшний день жанру, как сюжетный жанру бытовой, говорит о том, что он очень любит людей, очень любит нас с вами. Не первый раз видим картины Владимира Фрумусаки. Они увлекают очень, они очень жизнерадостные, жизнеутверждающие, благодаря обилию цвета, экспрессии какой-то. Поэтому нравится нам этот художник. Для живописи Владимира Фрумусаки характерен яркий национальный колорит, разнообразие цветовой гаммы, своеобразная ритмичность композиционного построения, философский, мудрый и одновременно юмористический ироничный подход к изображаемому. Работы самобытного художника выставлялись в США и Румынии. Возможно, скоро и российский зритель оценит кисть талантливого мастера. Вернисаж творческих работ художника будет открыт в Республиканской картинной галерее имени Лосева до 24 февраля. К другим новостям. В Берлине совершено дерзкое ограбление банка. План этого преступления скорее походит на сюжет какого-нибудь голливудского криминального фильма, а не на реальное событие. Злоумышленники проникли в хранилище одного из финансовых заведений, прорыв в 30-метровый тоннель. Потом они взломали находящиеся там сейфы. Чтобы осуществить свой план, преступникам пришлось изрядно потрудиться. Около года назад они арендовали место в подземном гараже, который расположен прямо под банком. Большую часть времени они потратили на сооружение тоннеля. Полиция также считает, что преступники хорошо понимали, как и что надо делать. О краже стало известно после того, как из хранилища повалил дым. Перед тем, как обследовать тоннель вживую, полицейские запустили туда робота. Как предполагается, злоумышленники собирались поджечь тоннель, чтобы замести следы преступления. В китайской провинции Фунцзянь камеры наблюдения запечатлели момент неудачного ограбления ювелирного магазина. Владельцу магазина удалось отпугнуть грабителя с помощью стула и палки. Неудачливый похититель вскоре был задержан полицией. Это были все новости на сегодня, а я прощаюсь с вами до следующей встречи. И только приятных вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин